Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», пятый том, вопрос 1405. «Может ли сам грешник истребить свои грехи?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Люди мира сего, а к ним относятся в подавляющем большинстве так называемые православные нехристиане. Они так и понимают, их батюшки помаленьку исповедуют, как бы ремонтируют, и они силой волю могут бросить пить, курить и этим довольствоваться. Но природа остается такой же мертвую, такой же чуждую Богу, и все так же ему враждебной. Книга «Пророк Исаии», 44 глава, 22 стих. «И сглажу беззаконие Твое, как туман, и грехи Твое, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил Тебя». Исаии 53 глава, 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Евреям 9 глава, 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». 1 Петра, 1 глава, 18-19 стих. «Зная, что нет леном, серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого Агнца». Исаия, 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, беззаконие наши, как ветер, уносят нас. «За все тебя, Господь, благодарю. Ты после дня тревоги и печали даруешь мне вечернюю зарю. Простор полей и кроты синие дали. Я одинок и ныне, как всегда. Но вот закат разлил свой пышный пламень, и тает в нем вечерняя звезда, дружена сквозь, как самоцветный камень. И счастлив я печальную судьбой. И есть от рада сладкое в сознании, что я один, безмолвным созерцание, что всем я чужд и говорю с тобой. Иван Бунин Субтитры подогнал «Симон»